Всем привет, это влог из Аргентины. Мы 8 месяцев уже прожили здесь, и в этом видео подведем итоги и расскажем вам о том, как же мы получили вид на жительство здесь, в Буэнос-Айресе. Мы поняли, что мы накосячили. Гарантие как способ легализации. В других провинциях другие правила, другие какие-то плюшки-бонусы. Есть огромное количество различных помогаторов, хороших, плохих, дорогих и дешевых. Есть приложение специальное, там можно поменять крипту на песо. Хочется сказать самое главное, есть жизнь за пределами Риколеты, Палермы и Бельграна. Чем же мы занимаемся в Аргентине. Всем привет, мы в Аргентине уже 8 месяцев, и чуть меньше месяца назад мы наконец-то получили ДНИ. Мы выбрали рантье как способ легализации, получения ВНЖ, и для этого мы заранее еще в России подготовили пакет документов. Это первая выписка из ЕГРН о праве собственности на квартиру, договор аренды квартиры. Естественно, все документы были апостелированы, неапостелированные документы в Аргентине у вас никто не примет. Также нужны будут ваши паспорта, справки о несудимости, которые вы получили. Также в России срок у них действия 3 месяца. За эти 3 месяца вы должны пересечь границу Российской Федерации. Также у нас было свидетельство о браке и свидетельство о рождении каждого из нас. Уже здесь, в Аргентине, перед подачей документов мы заказали справки, которые называются домесилию. Это по-русски справка о месте жительства. Мы просто пришли в отделение полиции, показали наш договор аренды, и за 5 минут получили эти выписки. Это абсолютно не составляет сложности. Хотя вот сейчас мы слышали истории, что это уже становится немного сложнее, и просят заранее записываться. Может быть из-за наплыва приезжих, мы не знаем. Может быть это просто дело случая. Также мы здесь, в Аргентине, получили справки о несудимости местной. Это тоже несложно. Заполняется заявка в очередь на сайте. Приходишь, тебе откатывают пальчики, и через несколько часов уже скачиваешь эту справку по ссылке, которую тебе дают там. Мы подавали документы через систему Radex в электронном виде, и мы делали это самостоятельно. На самом деле есть огромное количество различных помогаторов, хороших, плохих, дорогих и дешевых. Вы можете сами почитать отзывы, посмотреть прайсы и выбрать для себя, хотите вы это делать самостоятельно, либо вы хотите, чтобы кто-то сделал это за вас. Мы решили подаваться сами. В гугле есть встроенный переводчик, которым мы пользовались, и в системе Radex есть несколько этапов. Там нужно заполнить анкету, получить чеки, пойти их оплатить, и дальше уже догрузить сканированные документы. Мы на телефон скачали сканер, все отфоткали, отсканировали и, собственно, подгрузили. В этом нет никакой проблемы. Единственное, там нужно понимать, где какие ставить галочки. Там, например, есть такой момент, как ускоренное рассмотрение. Мы выбирали его, там отдельный чек именно для ускоренного рассмотрения вам приходит. И один из чеков тоже, нужно обратить на него внимание, он небольшой, там 300 песо, но это тот чек, который позволяет вам получить ДНИ именно на дом, чтобы почтальон пришел к вам. Вот, мы подали все документы, и на последнем этапе вам сообщают, что вам назначена встреча в миграционной службе, где вы должны предъявить оплаченные чеки и предъявить весь пакет документов в оригинале, который вы подгружали в сканах. Мы пришли в миграционную службу, и, собственно, первый раз, когда это все произошло, мы поняли, что мы накосячили и сделали в радиксе ошибку. Так как заявитель у вас обязательно должен быть тот, кто является собственником. А мы сделали наоборот, у нас заявитель был не собственником. Поэтому из-за этой ошибки мы застопорились с получением ДНИ, но нас жутко все пугали, что эту ошибку невозможно исправить, что нам придется ждать очень много месяцев, пока это дело закроется. Мы даже нанимали переводчика, один раз ходили в миграционную службу с ней, чтобы попытаться объяснить там сотрудникам, что ну просто произошла ошибка, давайте как-то или поменяем, или закроем. Это трамит, трамит, это как бы номер заявки, заявка ваша. И нам тогда сказали, что нет, не получится, после чего мы пришли продлить наш туристический период проживания, когда у нас три месяца первые подходили к концу, мы пошли продлить, и нам сотрудник сказал о том, что у вас открыт трамит. Мы такие, да, но типа он проблемный, нам надо его закрыть. Он говорит, да, вообще никаких проблем. Мы написали заявление из двух строк о том, что просим закрыть этот трамит, и спустя две недели у нас уже все было чисто, и мы смогли подать новую заявку, уже подали все правильно. И единственное, нам пришлось второй раз это все оплатить, но в целом, даже если вы ошибетесь, это не такая большая сумма, и не составляет каких-то очень сложных проблем. И, кстати, можно почитать те же чаты, там очень много ответов на вопросы о том, как заполнять все эти формы. Вот, и уже когда вы приходите в миграционную службу, у вас принимают ваш пакет документов, у нас был один момент, сотрудник очень активно просил документ о праве собственности, когда мы пытались ему объяснить, что это вот эта самая выписка ЕГРН, он почему-то активно это не понимал, размахивал руками, еще что-то просил, ну, в итоге мы ему смогли до него достучаться, и он такой, а, окей, вот это, значит, вот это, не вопрос. Еще нас удивило то, что он не взял наши свидетельства о рождении, хотя изначально, как бы, они входят в пакет документов, ну, не взял и не взял, ему виднее. Дальше вам сообщается о том, что буквально там через день вам уже будет доступна прикария на 3 месяца. Прикария это временный документ, который отражает то, что ваше дело на получение ВНЖ уже запущено и, собственно, находится на рассмотрении. Мы прекрасно жили с прикарией и ждали получения ДНИ, ну, вот уже проходили эти 3 месяца, и мы понимали, что, как бы, вроде и ДНИ нету, и надо, наверное, прикарию продлевать, потому что все говорят о том, что если ДНИ не пришел, вы сами должны позаботиться о том, чтобы продлить прикарию. Мы нашли, опять же, в чатах ссылку о том, как получить новый номер для того, чтобы поехать получить прикарию. Ее, кстати, нужно ехать уже продлевать не в миграционную службу, а в другое отделение, но там адрес будет указан, если вы будете это делать. И когда мы приехали продлевать прикарию, нам сообщили о том, что зачем же она вам, если у вас уже одобрен ДНИ. И мы совершенно были удивлены, потому что мы не поняли этого, так как на сайте там у нас были проставлены различные галочки о том, что мы там подали документы и прочее, прочее, но Google-переводчик работает достаточно своеобразно, и наше знание испанского еще не такое высокое, чтобы понимать все, и мы просто не поняли, что в последней галочке было указано, что нам одобрили ДНИ. И, соответственно, мы уже не стали продлевать прикарию, нам распечатали документ о том, что у нас все одобрено, и дальше мы уже отслеживали именно изготовление и получение нами самого ДНИ уже на другом сайте. Там также это все по галочкам расписывается, поэтапно. Как мы слышали, был некий такой провал во времени относительно того, что были проблемы с пластиком или с чем-то для изготовления, поэтому очень многие долго ждали, и, видимо, мы как раз были среди этих людей. Тем не менее, когда уже дошло до изготовления, до момента доставки это была буквально неделя, то есть это все очень быстро, это все отслеживается. Также есть важный момент, можно писать в Твиттер ему сообщение о том, что здравствуйте, дайте нам, пожалуйста, номер нашего ДНИ для того, чтобы, может быть, в каких-то сервисах его указывать. Но обратите внимание на то, что, в принципе, нужна фотография самого ДНИ, она у вас будет, но только когда вы его сфоткаете, получив. Поэтому этот номер, по сути, вам не сильно что-то даст, но также в Твиттере вы можете как раз-таки узнать тот номер, который позволяет вам отслеживать все это на сайте и уже понимать, когда нам привезли ДНИ на дом, почтальон. И что для нас также было приятно и удивительно, то, что нам его оставили просто на охране, без нашего присутствия, без наших паспортов. И, собственно, мы просто передали потом почтальону нужные чеки, вот эти на 300 пайсах, о которых я говорила ранее. В целом получается, что ДНИ нам одобрили всего лишь за неделю, и это просто какое-то чудо. А уже вот оставшиеся эти три месяца шел процесс по его изготовлению, там, впрочем, каким-то нюансам. Вот, мы об этом совершенно не знали, и это было, конечно, для нас приятным сюрпризом. Еще один обязательный нюанс, это когда вы уже будете в Аргентине, весь пакет документов, подготовленных в России, вам нужно будет перевести здесь на испанский, у специального переводчика, который работает с коллегией переводчиков здесь, который все сам переведет, заверит. Это достаточно долгий процесс, это пару недель, может быть, даже чуть больше длится. И стоило нам это 80 тысяч песо, это на июнь месяц, июнь 2022. Когда мы только приехали в Буэнос-Айрес, мы знали только название трех районов, которые считаются благополучными, и у нас было очень скудное представление о жизни в самом городе. И спустя 8 месяцев, хочется сказать, самое главное, есть жизнь за пределами реколеты, Палермы и Бельграна, жизнь прекрасная, жизнь безопасная. И хочется пожелать будущим приезжающим посмотреть Буэнос-Айрес. Он действительно прекрасен, и город большой, город очень разный, и районы города очень разные. Но если в названии района есть слово Виша, или, как иначе говорят, Вилья, как вы можете увидеть в гугле, это не значит, что этот район ужасный, бедный, небезопасный и очень криминальный. Например, есть район, который находится очень близко от Палерма, Виша-Креспа. Абсолютно нормальный район, где можно комфортно жить. Также есть Виша-Уркиса, где есть частный сектор, и также высотные дома. Тоже очень приятный, спокойный район. Мы также недавно побывали в Виша-де-Вота. В общем, если вы видите район, который начинается со слова Виша, вы сначала посмотрите, узнаете что-то о нем, а потом делаете выводы о том, что это небезопасно. Также замечательные разные районы, такие как и Бальванера, и Нуньес, и прочие-прочие. И также, очень важно, за пределами Кабы тоже очень круто. И не нужно циклиться и искать квартиры в Палермо, которые стоят там по 2-3 тысячи долларов. Вы вполне можете найти классные квартиры в хороших, достойных районах. И, например, если рассматривать за пределами Кабы, это и Висент Лопес, и Оливас, и Сан-Исидро, и Норд-Эльта. И если вы решитесь проехать еще чуть дальше, есть очень классный городок Тигры, где тоже можно прекрасно жить в хороших условиях и абсолютно безопасно. Многие, приезжая в Уэнос-Айрес, приезжая в Аргентину, начинают скучать по каким-то привычным вещам. И это в первую очередь какие-то продукты. И хочется сразу вас обрадовать тем, что здесь есть практически все. Даже то, чего нет, но все равно здесь где-то есть. И есть благодаря нашим соотечественникам, которые приехали раньше. Хочется отдельно поговорить о сервисе, который есть в Аргентине. И, конечно же, о сервисе, который представляют наши соотечественники. И мне хочется сказать одно. Не бойтесь общаться с аргентинцами, не бойтесь общаться с местными. Потому что тот сервис, который представляют русскоговорящие, очень часто оставляет желать лучшего. Причем это может касаться и какого-то помогаторства в оформлении документов, в сопровождении родов. Так и сфера услуг, и доставка так нами любимых, и так желанных продуктов, по которым мы скучаем. Я не знаю, например, тот же кефир, который я тут разыскивала по всему Буэнос-Айресу. Здесь очень много чего есть. И, конечно же, в первые моменты, когда мы только приехали, хочется больше взаимодействовать с русскоговорящими. Потому что это как-то поддерживает. И кажется, что с аргентинцами все гораздо сложнее. На самом деле нет. И чем дольше мы здесь живем, тем больше хочется общаться с аргентинцами именно. Так получается, что у многих сервисов, которые предоставляют русскоязычные, хромает и качество. И вообще в целом весь сервис. Там присутствуют такие моменты, как непунктуальность, неорганизованность и прочие нюансы. Однако, конечно же, есть крутые сервисы. Это прям бриллианты, которые мы здесь нашли, с которыми мы, конечно же, взаимодействуем. И поэтому нам хочется привнести сюда что-то хорошее. То, что будет действительно соответствовать лучшим оценкам. И быть тем сервисом, тем качеством, к которому мы привыкли. Я уверена, что люди, которые приезжают из Москвы, из Питера, из развитых городов России, прекрасно представляют себе, что такое качественный сервис. И мы сейчас работаем над этим и скоро обязательно вам представим то, что у нас получится. За 8 месяцев жизни в Аргентине мы поняли некоторые вещи, которые очень-очень важны для вас, тех людей, которые вновь приедут в Аргентину. И это следующее. Меняйте деньги, всегда исходя от ваших нужд. То есть сегодня у вас нет никаких больших трат. Меняйте 300, 400, я не знаю, сколько там вам нужно, 500 долларов. Поменяли, подождали, пока вы их потратили. На следующей неделе или через какое-то время, когда снова нужно менять, вы уже будете менять по новому курсу. Это будет еще выгоднее. То есть если вы поменяете сразу большую сумму денег просто для того, чтобы у вас были местные песо и вы чувствовали себя комфортно, это, наверное, не совсем правильно, потому что вы достаточно много на скачках курса потеряете. Также мы привыкли к сумкам, которые здесь есть везде повсеместно. То есть идешь за какими-то фруктами, овощами в лавку, берешь сумку, которую тебе дали в супермаркете или которую ты купил заранее. У нас, правда, накопилось этих сумок огромное количество. Если открыть наш склад, это у нас второй туалет, мы его складом сделали, то там будет несколько, наверное, ящиков с этими сумками. Мы везде по привычке их берем, как брали в России обычные пакеты. Стоят они здесь не как обычный пакет, наверное, несколько дороже. И вот всегда ты везде берешь эту сумочку и должен с ней ходить. И еще мы подумываем купить тележку. Тележка такая, знаете, как вот у нас бабушки ходят, катят ее вот на колесиках. Оказывается, очень удобно. Вы, когда переедете в Аргентину, вы поймете, о чем я говорю, потому что сами, скорее всего, придете, собственно, к тем же умозаключениям. Теперь о возможностях, которые дает нам то самое пластиковое удостоверение ДНИ в Аргентине, точнее, даже в Буэнос-Айресе, потому что мы живем именно здесь, в других провинциях, другие правила, другие какие-то плюшки-бонусы. Так вот, нам тут девчонки, когда мы опубликовали в Инстаграме, знакомые девчонки, которые живут здесь же, тоже в Буэнос-Айресе, написали о том, что, оказывается, есть приложение ECOBISI. Оно есть теперь в моем мобильном телефоне. И с помощью этого приложения я могу арендовать велосипед 3 раза в неделю по 30 минут абсолютно бесплатно. Классно, приятный бонус. Также, имея ДНИ, я могу получить водительское удостоверение, местное водительское удостоверение, пойти, сдав экзамены. Экзамены, правда, нужно будет сдавать на испанском, но как бы ничего страшного, мы уже более или менее владеем этим самым испанским. Я начал учить билеты, поэтому скоро расскажем вам, как же мы получали водительское удостоверение в Аргентине. Когда вы получите ДНИ, вы сможете зарегистрироваться в различных приложениях, в тех приложениях, которые, наверное, здесь, в Аргентине, в Буэнос-Айресе упрощают вам жизнь. Мы стали менять деньги онлайн, то есть есть приложение специальное Bevo, и вот там можно поменять крипту на PESA. Не по сильно выгодному курсу, он где-то там на PESA 20 отличается от текущего курса, но тем не менее, если это нужно сделать быстро, вам не хватило тех денег, которые вы меняли заранее в обменнике, вы можете воспользоваться буквально за 5 минут, осуществить перевод из скрипты в Белла и из Белла на свою банковскую карту. Так вот, в Белла для регистрации как раз требуется фотография ДНИ, то есть вы прям берете его, фотографируете, номер ни в коем случае, который вам ранее могут присвоить, он у вас не подойдет. Для того, чтобы зарегистрироваться в MercadoPago, это платежная система, которую используют буквально везде, и в супермаркетах, и в каких-то лавках продуктовых. Там тоже очень удобно платить через MercadoPago, и там тоже нужно будет вот эту вот фотографию ДНИ вам сфотографироваться, потом сделать селфи. Когда мы получили прикарию, мы смогли открыть счет только в банку «Сиудат», в других банках нам отказывали. Так вот, теперь с ДНИ мы можем открыть счет в любом банке Аргентины. Аргентина – это, наверное, вот страна огромного количества, просто огромнейшее вот такого количества ошибок везде и во всем, что связано с какими-то приложениями, с какой-то работой чего-то онлайн, то есть различных сайтов и всего остального. То есть Настя вам до этого рассказывала, что нам нужно было продлить прикарию, и там была ссылка на сайт, где мы можем это сделать, да, онлайн записаться на то, чтобы продлить прикарию. Так вот, эта ссылка не работает уже достаточно долго. Потом я регистрируюсь в MercadoPago, он мне выдает ошибку, якобы, что наш, мой точнее, ДНИ, он почему-то не подходит. Я пишу в техподдержку. Они мне говорят, что обратись в Афип, Афип – это налоговая служба, пускай они там что-то проверят, что-то внесут, поправят базу данных и так далее. То есть это постоянные сбои, вы должны быть к этому готовы. Мы уже как-то к этому относимся спокойнее, так как и к очередям, наверное, в супермаркетах и вообще везде. То есть просто здесь другая жизнь, она более размеренная, и, ребята, будьте готовы к этому. Многие просят нас рассказать о том, чем же мы занимаемся в Аргентине, чем мы занимались в России. Так вот, Настя у меня психолог. Мы, кстати, об этом говорили в каких-то других видео. Наверное, те комментаторы, которые задавали этот вопрос, они просто пропустили то самое видео. Так вот, если Настя психолог, то я кожевник. У нас были мастерские в России, где мы делали суперэксклюзивные изделия, проводили обучение и так далее, и так далее. То есть у нас школа кожевиного ремесла была. Здесь, чтобы начать то же самое, тем же самым заниматься, мне нужно открывать монатрибута. Так вот, монатрибута – это как раз тот самый аналог самозанятого в России. И, скорее всего, мы его будем открывать, но немного для других дел. С кожевиной мастерской мы пока повременим, потому что у меня есть сомнения несколько касаемо рынка Аргентины. Вот, и есть сейчас, наверное, те виды бизнесов, которыми приоритетнее было бы заняться и зарабатывать гораздо большие деньги, чем мы бы могли заработать на кожевиной мастерской. Хотелось напомнить о том, что мы проводим онлайн-консультации, будь то аудио, видео, либо, я не знаю, текстовые, если вам угодно. 40 минут нашей консультации стоит 50 долларов. Мы вам расскажем о том, как переехать в Аргентину, расскажем, каково жить в Аргентине и то, о чем никто не рассказывает. Обязательно пишите нам в личку, мне точнее, пишите в личку в Инстаграм, мы обсудим эту консультацию и запишем вас на ближайшее время. Правда, пару недель вперед занято, но, тем не менее, я думаю, у нас получится. Ну, а эта серия влога подошла к концу. Спасибо вам, ребята, что смотрели. Смотрите и дальше наш канал, скоро будет много очень интересных видео. Совсем скоро мы вернемся как раз к теме тех видео, которые были ранее на нашем канале, где мы показывали интервью людей, которые приехали в Аргентину и живут здесь. Мы несколько поменяли наш формат, теперь будет еще интересней. Вам пока-пока.